Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Рамиль Галиулин. И сегодня мы покажем последствия страшной аварии в Пестричинском районе. Мы сразу волнулись. Мы не смогли подойти туда. Такой дым был. 36-летний мужчина погиб при столкновении Киа-Рио и стоящей на обочине фуры. Расскажем, как в Нелабужском районе грузовик сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и задержание 16-летнего водителя пикбайка без прав на вождение. А также крупная авария на улице Залесная. Мы уже позвонили, он сразу прилегом сюда. Получается, он вылезал, что ли, или что там? Два человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «Жигулей» седьмой модели. И история обмана со счастливым концом. Кажется, что вроде бы предупрежден, вооружен, но тем не менее купилась на такой вот развод. Как жительница Казани смогла сохранить деньги, попавшись на удочку мошенников? Все это прямо сейчас. 36-летний водитель Кеорио погиб в результате крупной аварии на трассе М7 в Пестричинском районе. Автомобиль, которым он управлял, занесло, и легковушка левым боком влетела в стоящую фуру. Водитель большегруза ехал из Мариел в Казахстан и остановился на обочине ненадолго отдохнуть. Рассказывает, удар был таким, что грузовик массой около 30 тонн заметно пошатнуло. После столкновения легковушка задымилась. Шансов выжить у ее водителя практически не было. Чай попит, остановились, пописали, вот, минут 10. Водитель большегруза в шоке. Рассказывает, ехали в Казахстан из Мариел, везли холодильное оборудование. Тут остановились специально, чтобы никому не мешать. Здесь самое широкое место. Удар был очень сильный. Скоро просто шатануло, но он гружен, из-за этого, может, он не мог его шатануть. Он сам 17 тонн весит и груз 10 тонн. 20 тонн. Говорит, вышел из кабины сразу, но не смог подойти к легковушке. Она была вся в дыму. Замкнувшая проводка искрилась. Рассказывает, сразу было понятно, что в живых в Киа остаться было невозможно. Он сразу был, он сказал, мы не смогли подойти туда. Такой дым был, я его просто одевал, чтобы не зажигал самок. Хотел потушить машину, чтобы удобно было. Когда проводку потушили и дым рассеялся, увидели тело водителя. Сами достать его не смогли. Пришлось вызывать спасателей. Медицинская помощь водителю Киа была уже не нужна. Удар пришелся в левую сторону легковушки. Автомобиль занесло на дороге и боком протащило настоящий большегруз. Тормозного пути практически нет. Следы от колес на асфальте начались в тот момент, когда машину потащило юзом. Водитель фуры рассказывает, рядом с этой Киа ехали знакомые погибшего молодого человека. Но как и почему он не справился с управлением, ему не рассказали. Вторая машина просто ехала, а тут вместе с ними ехали. И второй там остановился. Автоинспекторы на месте установили погибшему мужчине 36 лет. Ехал с работы домой в поселок Гильдеево. Во всех обстоятельствах случившегося сейчас будут разбираться уже следователи. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Леона Бахти, Иван Варшарифуллин. Вызов 112. В Елабужском районе грузовик прямо на пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку. Все произошло недалеко от поселка Поспелого. Момент наезда попал на видеорегистратор одного из очевидцев. На записи видно, что автомобили в левом ряду остановились у пешеходного перехода, пропуская школьницу. Грузовик ехал в правом ряду и не сбавил скорость. Хотя обзор у водителя ничего не мешало. Зебру он видел и машины впереди стояли. Избежать наезда он пытался в самый последний момент. Вывернул руль вправо, но все равно сбил девочку. Сильно повезло, что он не проехал по ней задними колесами. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили сначала в Челнинскую больницу, а потом перевели в ДРКБ. Еще одна крупная авария произошла на улице Залесная при въезде в Казань со стороны Зеленодольского района. Там практически лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и Жигули седьмой модели. Удар был такой силы, что иномарку развернуло на 180 градусов. У нее разбита вся передняя часть. Отечественный автомобиль восстановлению не подлежит. Пострадали два человека. Пассажир иномарки и водитель Жигулей. Последнего достали из салона очевидцы. По их рассказам, молодой человек не понимал, где он находится и что происходит. А вскоре потерял сознание. Полученные им травмы были очень серьезные. Мы сейчас нам позвонили, мы уже спать легли. Мы уже позвонили, вот сразу прямиком сюда. Получается, он вылезет что ли или что там? Родственники водителя Жигулей приехали на место сразу, как узнали об аварии. К их приезду 23-летнего водителя отечественной легковушки уже увезли в больницу. Из разбитого автомобиля его доставали очевидцы аварии. У молодого человека была сильно повреждена рука. И, вероятно, в момент столкновения он сильно ударился головой. Вскоре после аварии он потерял сознание. В тяжелом состоянии? Нет, просто у него рука только перезиняется. Но он говорит, что я где я толкнусь, где я, что случилось. Я говорю, что вот попали аварии, откина краша подошел. А потом говорил, что вот давай у тебя кого-нибудь есть позвоним. Он сказал, пока подожди. А потом позвонили, он на больницу вызвал. Как установили автоинспекторы, 23-летний водитель иномарки двигался по улице Залесная со стороны Зеленодольского района. На перекрестке с улицы Евгения Шварца ему горел зеленый сигнал светофора. Поэтому смело ехал дальше. Жигули, перегородившие дорогу, увидел в самый последний момент. От сильного удара обе машины развернуло. К слову, на этом участке дороги полностью отсутствует уличное освещение. В аварии пострадал и 25-летний пассажир иномарки. Но полученные им травмы были куда легче, чем у водителя Жигулей. До ремонта дороги разворачиваться на этом месте было разрешено. Сейчас запрещающих знаков нет, но такой маневр противоречит разметке. Кто именно нарушил правила и степень вины каждого из водителей, будут устанавливать на разборе в автоинспекции. Граника Гайнудинова, Анвар Шрифулин, Вызов 112. 16-летнего водителя питбайка задержал экипаж мотопатруля автоинспекции. Это произошло на улице Привольное в Казанском поселке Константиновка. Подросток ездил на транспортном средстве по дорогам общего пользования, хотя это запрещено. К тому же водительских прав у него не было. Хотя с таким объемом двигателя нужно водительское удостоверение категории А, которое можно получить с 18 лет. В отношении самого водителя составили протоколы за езду без права управления транспортными средствами и управления без полиса ОСАГО. А владельцу байка предстоит ответить за передачу управления лицу, не имеющему прав. За это предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. Сам питбайк отправлен на штрафстоянку. Жительница Казани поняла, что ее пытаются обмануть, когда уже сообщила мошенникам четырехзначный код из СМС-сообщения. Пока шла блокировать доступ к госуслугам, ей уже поступили уведомления о попытках взять кредит на ее имя. Но она успела. Это история со счастливым концом. Без денег женщину не оставили, но в полицию она все равно пошла. Там и рассказала, как попалась на удочку мошенников. Кажется, что вроде бы предупрежден, вооружен, но тем не менее купилась на такой вот развод. Она сама не понимает, как могла поверить неизвестному человеку. Но звонящий был убедителен. Рассказал, что в связи с новыми правилами надо продлить договор с оператором сотовой связи. Иначе номер просто заблокируют, а то и вовсе отдадут другому абоненту. Терять его женщина не хотела. Надо, значит надо. Поскольку у меня договор давно оформлен, он не грузится, там 25%. Поэтому они сейчас пришлют смс, я должна сообщить код. Я сообщила код. Но сомнения у женщины все же появились. Вспоминая разговор, она вскоре пришла к выводу, что звонили ей совсем не от сотового оператора. И поняла, что это были мошенники. Но зайти на госуслуги со своим паролем она уже не могла. Понимаю, что мошенники, но не совсем понимаю, что и откуда списали. Могут списать, смогут сделать. И потом все-таки до меня дошло, почему смс госуслуг приходит на госуслуги. Я не могу попасть. Она тут же побежала в МФЦ блокировать доступ к своему аккаунту и менять пароль. И пока шла, ей поступили уведомления от нескольких банков о попытках взять на ее имя кредит. Вот, с одного банка звонили и предложили подойти и оформить кредит. А что я сказала, мне не нужен кредит. Говорит, сейчас бы все сделала по-другому. Звонящие представляются и для уверенности надо было просто самой позвонить оператору сотовой связи. Чаще всего мошенники начинают свой диалог с фразы «Срок действия договора по оказанию услуг сотовой связи прекращен». При получении данной информации необходимо в срочном порядке прекратить разговор и обратиться к оператору связи за консультацией. Она почти все сделала правильно. За одним исключением полицейские предупреждают, что никогда нельзя передавать свои конфиденциальные данные неизвестным людям. Договор о оказании сотовой связи бессрочный, а код от госуслуг нужен мошенникам, чтобы поменять пароль и получить доступ к чужому аккаунту, где есть все персональные данные. Хоть денег женщина не лишилась, но уголовное дело по ее заявлению возбудили за неправомерный доступ к компьютерной информации. Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Ради Фархулин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Рамиль Галиулин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.